Ровно три года назад в Сочи был зажжен Олимпийский огонь. Все, кто был причастен к Олимпиаде, спортсмены, судьи, волонтеры и, конечно, болельщики, помнят этот знаменательный день. По инициативе президента Олимпийского комитета России Александра Жукова 7 февраля стал днем зимних видов спорта. Олимпийский день, сплотивший миллион россиян, продолжает вдохновлять на новые подвиги. Как к ним готовятся самые маленькие, смотрите в нашем сюжете. Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли грандиозно. Возможно, это не понравилось нашим соперникам. Победы россиян не давали им покоя и стали поводом для допингового скандала в течение последних полутора лет. Ставки, сделанные в 2014 году на массовость, дали отличный результат. По всей стране, в том числе и в Чуваше, открылось немало спортивных объектов. Уже через год в столице республики появилась одна из лучших ледовых площадок – Чебоксары-арена, где холодный лед усмиряет неподетские горячие нравы. Им всего по пять лет, полтора года занятий, полтора часа в день. И вот он итог. Ребята уверенно стоят не только на коньках, но и уже сформировали упорный характер. Ребята, а когда вы большими станете, кем вы станете? Хоккеистами! А самый крутой хоккеист – это кто? Датсук. Датсук. Датсук? А по этому кто? Копецкин. Илья. Какой Датсук? Он на пенсию ушел. Они не считают себя маленькими. Наперекор всем доказывают, что у них все, как и у взрослых. В том числе и жесткий график, который они выдерживают. Утром встаем, сразу одеваем форму дома хоккейную на себя. Едем на тренировку. Тренировка полтора часа. После тренировки переодеваемся. И сразу в одежду, в которой ребенок будет в садике, приезжаем в садик, раздеваемся, и все, ребенок остается в садике на остаток дня. Хоккей, как массовый вид спорта, переживая сейчас второе рождение. И уже внуки тех, для кого примером были Третьях и Харламов, нашли себе для подражания новых героев Олимпиад. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.